здравствуйте сегодня мы поговорим о теме взаимоотношений между мамой и сыном я думаю что многие женщины сразу так задумались потому что у всех у нас есть сыновья а если у нас нет сыновей то у нас есть мужья которые являются чьими-то сыновьями и даже если нет мужа есть молодой человек все равно в общем-то тема того как мама может влиять на наши отношения как мама нашего партнера может влиять на наши отношения навсегда будет актуальной я бы хотела бы рассказать о том как на самом деле разные мамы разных способ взаимодействия с сыном может по-разному влиять на последующие его в принципе взаимоотношения женщинами то есть то как построены отношения в диаде диада простыми словами в паре мама и сын будет очень четко очень четко проявляться и очень четко транслироваться в последующих отношениях этого мужчины когда он будет выбирать себе партнерш не обязательно супруги в принципе женщин как партнерш мамы все разные и в первую очередь мама нужна для человека чтобы она его защищала на первых этапах жизни помогала и если отношения хорошие то ребенок имеет возможность безопасно исследовать мир чувствовать что он в этом мире имеет на все право что его право быть вот оно дано этим человеком и именно этот человек то есть мама всегда его любит принимает и такая так называемая безусловная любовь но мы все живые люди и как бы мы ни старались действовать по всем вот этим пунктикам вот все можно прочесть все книги можно разобраться во всех кейсах но все равно мы в тот или иной момент совершаем ошибки просто потому что человек так устроен невозможно вырастить ребенка и не совершить ни одной ошибки знаете совершенство это там где нет жизни и если попытаться разобраться какие типы могут быть материнского поведения ну один из типов я думаю сейчас все узнают такой тип это мама глубоко и надежно влюбленные в своих сыновей то есть мама которая влюблена в своего сына и она реально считает что ее сын это воплощение всех на свете достоинств глядя на своего сына мама буквально готова проследиться потому что он настолько прекрасен что просто нет сил конечно же мама имеет массу притязаний по поводу того как этот сын должен реализоваться в жизни потому что она настолько в него влюблена и она внушает ему бессознательно внушает вот эту миссию которую мальчик скорее всего кстати говоря возьмет осчастливить свою маму то есть стать таким как его мама считает что он и есть посреди какое колоссальное напряжение и какой риск развития нарциссизма потому что мама совершенно не думает о том какой ее сын по-настоящему она не встречается с его подлинностью она влюблена в тот самый идеал и либо она идеализирует сына либо она в принципе игнорирует все те сигналы которые она понимает получается так что молодой человек с детства привык к восхищению и нарциссическое такое состояние у него будет присутствовать встречая другую женщину он тоже хочет чтобы она буквально как мама идеализировала его ну на первом этапе то мы все готовы идеализировать партнера мы с удовольствием выделяем в нем достоинства кристаллизуем эти достоинства а потом распространяем на всю личность в психологии это называется галлоэффектом в момент влюбленности который кстати говоря сейчас занесен в список психических заболеваний когда у нас это бредовое любовное расстройство и мы влюблены мы видим только хорошие партнере и восхищаться нам совсем не сложно но проходит время и все становится на свои места и вместо эндорфинового взрыва вместо зашкаливающих эмоций мы начинаем достаточно рационально видеть партнера в черно-белых красках или в сереньких и вот тут вместо того великолепного процесс идеализации наступает совсем другой процесс процесс при котором мы начинаем замечать недостатки и мы становимся порой даже резкие вот если у партнера мама которая вечно влюбленная своего сына и она ему внушила на сто процентов что он идеален и если даже что-то где-то не так то это совершенно полная ерунда и надо срочно прерывать эти отношения потому что у тебя должно быть все идеально конечно с таким мужчиной непросто то есть нужно давать столько же восхищения сколько давала бы мама как только вы пытаетесь навести справедливость и пытаетесь донести до вашего мужчины что на самом деле мама то мама она создала тебе невероятные ожидания от самого себя и это может быть причиной твоего депрессивного состояния когда вы попробуете донести до него правду как вам кажется вполне обоснованную вот в этот момент мама вас победит именно в этот момент мама скажет в очередной раз ему ну ты видишь она просто тебя не оценила ты 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 просто нашел совершенно не то она тебя не стоит и его нарциссическая часть которая взрослана этой мамы с ней согласиться и очень часто мужчины которые получили невероятное количество любви своей матери именно любви как восхищение им трудно быть в реальных отношениях потому что он в партнершей хочет видеть постоянно то того кто будет давать это это безусловное принятие безусловное восхищение но в жизни то так не бывает в жизни мы сталкиваемся с трудностями а у этого человека отношение к другим очень часто складывается потребительское именно потому что его опыт с мамой он такой но если вы по характеру доброе если вы чувствуете что у вас не очень высокие притязания и вы готовы делиться вот этим восхищением без остатка то на самом деле этот партнер может быть очень даже хорошим такой партнер может менять женщин если он не получает от этого принятия но если найдет женщину которая будет давать ему это ощущение что он прекрасен и конечно же поладит с его мамой что не просто что не просто то эта женщина станет для для него уникальный такие мужчины кстати говоря вот это мама да плохо это ли хорошо на самом деле такая мама частенько бывает очень хорошей прививкой для мужчины вот например женщин соблазнительниц сороковых то есть у такого мужчины нет потребности что появилась какая-то женщина с высоким уровнем агрессии доминации и провокации потому что ему это не нужно ему хорошо если даже он сталкивается с тем что его не устраивает достаточно ресурсов чтобы это прекратить такие мамы в принципе для сыновей совсем неплохие единственные риски единственные риски внушая сыну что он идеальный внушая ему что он свет в окне и все ее жизненные смыслы связаны с этим сыном такая мама может на самом деле у него у самого создать слишком высокие протязания к самому себе вот кстати говоря такое часто случается когда ребята вырастая не хотят идти поступательно к своим целям они привыкли вот мама всегда все и сразу делала бежала как только он приходил домой а она упрашивала его чтобы он что-то съел она без конца выспрашивала какую рубашечку надеть и как нагладить и такой человек он привык что весь мир под него и когда он сталкивается с тем что в общем-то мир он разный ему трудно он хочет сразу стать начальником отдела в газпроме или он хочет сразу стать известным там тренером он хочет сразу стать юристом у которого там огромная клиентская база вот этот путь этапов не всегда получается хотя и опять же говорю это не общая статистика это такое может быть но это не всегда так в первую очередь такие мужчины конечно мы даем восхищение им очень нравится стабильность для них очень важен быть потому что они к нему привыкли и забота для них это совершенно естественное состояние